В Новосибирск доставлены 8 фигурантов громкого уголовного дела о вымогательстве, среди которых два заместителя губернатора Кемеровской области и руководитель Кузбасского управления Следственного комитета России. Аман Тулеев уже заявил, что его подчиненные невиновны. Эксперты, между тем, считают, что в итоге глава соседнего региона может потерять свою должность, а это грозит непредсказуемыми последствиями для региона. Подробнее Артем Шершнев. Высокопоставленных кузбасских чиновников и силовиков привезли в изолятор временного содержания на улице Писарева сегодня рано утром. В ближайшее время им должны предъявить обвинения и определить меру пресечения. Однако губернатор Кемеровской области уверен, подозреваемые невиновны, их, по словам Амана Тулеева, грамотно подставили. И никаких кадровых решений в администрации пока не будет. Обвинения, я считаю, абсурдными. Это порядочные, честные люди, государственники, державники. Значит, ничего у них тоже нету, ничего. Ну давайте так, если бы что-то было, вчера был обувь в домах. А где тогда у вас горы, золото, шубы, меха там и так далее? А нету ни хрена. Фигурантами беспрецедентного уголовного дела стали два вице-губернатора, руководители регионального следственного управления Следственного комитета России, несколько следователей и предпринимателей. Все они подозреваются в вымогательстве. У Антона Цыганкова 51% акций компании «Разрез Инской», рыночная стоимость которых не менее 1 миллиарда рублей. Скандал вокруг «Разреза Инской» разгорелся летом этого года, когда шахтеры отказались спускаться под землю. Зарплату горнякам не платили 4 месяца. К июлю задолженность перед рабочими перевалила за 60 миллионов рублей. В итоге совладелец предприятия Антон Цыганков был задержан и оказался под следствием. Однако через два дня его отпустили. Как считают сейчас в ФСБ, дело с подачей областных чиновников завели только для того, чтобы заставить бизнесмена передать свои акции одному из местных угольных олигархов. Пока в скандальном расследовании губернатор Аман Тулеев проходит как свидетель. Однако похожие схемы передела собственности в Кузбассе использовали не раз. И возможно, что политическое будущее Тулеева сейчас под вопросом. Это может вызвать конфликты и такую, я бы сказал, напряженность, потому что в авторитарных режимах ничего не стоит вывести на улицы тысячи, десятки тысяч людей в поддержку. И может возникнуть такой сильный напряженный конфликт между центром и регионом. Аман Тулеев – один из политических сторожилов новейшей истории России. Он возглавляет Кемеровскую область с 1997 года. По словам политологов, фактически вся система управления в регионе выстроена под одного человека. И впервые его имя связано с таким серьезным скандалом. Артем Шершнев, Максим Денисов и Павел Теунов. Новости здесь, Новосибирск. В Следственном комитете России отметили, это уже не первое громкое уголовное дело в отношении чиновников высокого уровня. И далее цитата «к сожалению, явно не последнее». Ситуацию сегодня прокомментировал и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе. Это отрицательно работает на имидж власти в том числе. Но, к сожалению, сегодня вот эта ситуация, она есть по факту, ее никто не скрывает. И дальше будем уже смотреть. Есть суд, есть правоохранительные структуры. И когда дело будет расследовано, будет понятно, кто виноват, кто не виноват.